Внутри века считается здоровье, образование, семья, безопасность. Это самое важное. Но дело в том, что когда мы слышим разговоры о гражданстве, о наркомании, о каких-то попаданиях в какие-то опасные компании, во многом это происходит потому, что старая советская система скончалась вместе с советским государством, а много на этом месте не возникло. Ребенок тратит все свои усилия на то, чтобы закончить школу, быть одетым, сытым, не погибнуть, начиная там, так сказать, в прямых угрозах, заканчивая информационными алкоголями, наркоманией и всем остальным. На все остальное, на возможность комплексного развития личности, сил, денег и времени не остается. В 1913 году была одна колония молодых преступников, еще сто лет не прошло. Понимаете, в каком мы сейчас в развитии, да? Это одна ихшанская колония детей-преступников, которая не была огорожена даже проволокой. И вот теперь в 62. Детей-преступников, не рецидивистов, не взрослых. Вот что меня волнует, понимаете? Сломалась система, эта система сломалась не только в области детства, но и в области молодежной политики. Вот нам необходимо работать системно. И, да, я воспринимаю систему, создавать механизмы, с помощью которых молодежь сможет влиять на правленческие процессы в каждой конкретной территории, да, и, может быть, на уровне Российской Федерации. В отличие от общего образования, дополнительное образование было полностью отнесено на ответственность органов местного самоуправления. То есть уже субъект Федерации, государственная власть никакого отношения к этому не имеет. Принципиально другая ситуация с обычной школой. В этом смысле это беда, потому что результатом является разруха. По провинции, по малым городам, не говоря о селе, плачевное состояние. То есть детям и молодежи просто некуда деваться. И обветшало издание, никакое финансирование. Ну, какое финансирование в наших муниципалитетах? Первое предложение общественной палаты, оно звучало и на пленарном заседании 7 апреля. Все-таки перевести дополнительное образование, изменить закон на ответственность региона. И это должны быть субвенции регионального государственного бюджета. Бюджета Совет Федерации. Теперь в Европе бизнес требует, чтобы когда выпускается молодежь из школы, чтобы были некие документы, которые говорили о том, а какие у него были интересы, успехи и так далее, в дополнительном образовании, в кружковой деятельности. Потому что это характеризует и творческий потенциал человека, и его потенциальная успешность и на работе больше, чем формальные отметки аттестата зрелости.